Это Атаман, Атаманушка, это Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! В зале районной администрации состоялось рабочее совещание с участием жителей станицы Старопольска и Григорьевского сельского поселения. В конце прошлого года они обратились к районному руководству с просьбой решить накопившиеся проблемы. Для решения всех имеющихся вопросов глава района предложил создать инициативную группу из числа присутствующих на встречах. К концу декабря ее участники составили полный список проблем, которые должны быть отработаны администрацией Григорьевского сельского поселения в начале 2019 года. 15 января состоялась первая встреча инициативной группы с руководством района и Григорьевского сельского поселения. Жители станицы представили 13 вопросов, требующих решения. Часть из них должна быть отработана на ближайшее время, но есть и немало долгосрочных проектов, требующих софинансирования с края. В основном проблема касается сферы благоустройства, образования и здравоохранения. В станице остро стоит проблема нехватки медперсонала. В настоящее время ведутся поиски фельдшера на ставку или половину ставки. Также к числу первоочередных задач относится улучшение условий школи номер 7. Беспокойство у станичников вызывает состояние кровли в учреждении. Школа нуждается в ограждении территорий, в том числе спортивной площадки. Как отметил районный руководитель, указанные проблемы устранят в текущем году. В конце встречи Адам Джарим обязал главу Григорьевского сельского поселения Сергея Ливенцева предоставить дорожную карту и ответственных для решения всех имеющихся проблем. В селе Шабановском прошла встреча руководства района с активом поселения. Участники мероприятия подвели итоги года и наметили планы на ближайшее будущее. В начале встречи с докладом о проделанной работе выступил глава поселения Юрий Баранов. Несмотря на скромный бюджет, силами местной администрации и неравнодушных граждан ведется работа по благоустройству. Как отметили на встрече, 2018 год для поселения был непростым. Немалые проблемы жителям доставило стихийное бедствие. 9 сентября в результате ливня вышло из берегов река Шепш. По топливам оказались несколько преддомовых территорий. Особенно пострадали жители села Тхамаха. Все присутствующие на встрече смогли задать свои вопросы к районным специалистам и главе поселения. Жители волнуют проблемы электро- и водоснабжения, медицинского обслуживания и благоустройства. Как отметили на встрече, бюджет шабановского сельского поселения очень ограничен. Поэтому проблемы будут решаться поэтапно, начиная с первоочередных. В конце встречи Адам Жарим дал указание главе поселения до весны создать инициативную группу из числа актива, чтобы эффективнее справляться с имеющимися проблемами. С 1 января россиянам придется больше платить и дольше работать. В новом году начинается действие целого ряда законов, затрагивающих финансовую сферу. От повышения НДС до постепенного увеличения пенсионного возраста. С 1 января ставка налога на добавленную стоимость НДС выросла с 18 до 20%. Изменения не коснутся налога на социально значимые товары – продукты, лекарства, медицинские изделия, товары для детей, также книги и периодику, посвященные образованию, науке и культуре. Для них ставка НДС останется прежней – 10%. В 2019 году стартует первый этап пенсионной реформы. Срок выхода на пенсию для мужчин и женщин вырастет на полгода. До 2023 года срок выхода на пенсию ежегодно будут увеличивать на год. С 2019 года начнется эксперимент по ведению налога для самозанятых. На первом этапе он коснется жителей Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Предполагается, что самозанятые будут платить со своих доходов налог в 4%, а если продают товары или оказывают услуги населению, и 6%, если работают с компаниями. При этом их освободят от налогов на доходы физических лиц и на добавленную стоимость. По вступающему с 1 января в силу закону вклады юридических лиц в банках подлежат обязательному страхованию. Это означает, что даже в случае банкротства кредитной организации потерянные средства можно будет вернуть. Дачникам наступление января принесет хлопоты. Вступающий в силу закон меняет статус приусадебных участков. Большинству из их владельцев придется определиться. Вместо 10 типов дачных объединений в законодательстве остается место только для двух. Садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. Огородники смогут строить на своих участках сарай, теплицы и колодцы. Садоводы – жилые дома, в которых разрешат прописываться. При этом тех, у кого есть дом в садоводстве, не поставят на учет как нуждающихся в жилье. Людей, чьи загородные дома находятся в населенных пунктах, закон не касается. С 1 января 2019 года в России вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, по которой регионы установят единые тарифы на вывоз мусора, исходя из особенностей территории. Изменения коснутся не только жителей многоквартирных домов, но и частного сектора. Если сейчас частники заключают договора на вывоз мусора по желанию, то с начала этого года это станет обязанностью. Сегодня, 16 января, из колонок и наушников настоящих меломанов звучит Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be и другие творения одной из самых популярных музыкальных групп всех времен и народов – легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день Битлз. Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «Каверн», где начали свой путь к славе тогда еще никому неизвестные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий битл – Ринго Стар. Популярность битлов – культурный феномен, и их песни узнают буквально с первых аккордов. Их музыка идет сквозь поколения и собирает вокруг себя фанатов по всему миру. Австралийский рейнджер Том Николс уже 40 лет почти каждый день рискует жизнью, отлавливая крокодилов. «Крокодилы меня завораживают, я люблю их ловить». Том патрулирует водные угодья северной территории. Каждый день он проверяет ловушки у побережья Дарвина и в других местах. Опасные рептилии могут угрожать жизни людей. «Без этой программы из-за большого количества крокодилов, заплывающих в гавань Дарвина, могло бы погибнуть много людей». Обнаружив ловушки рептилию, рейнджеры обвязывают веревкой её пасть. Потом вытягивают крокодила из воды. После этого для надёжности пасть снова обвязывают. На этот раз уже липкой лентой. Крокодилу прикрывают глаза, чтобы меньше волновался. Затем отправляют в клетку. В этот раз в ловушку попались полутораметровые рептилии. Одна достигает в длину трёх метров. Но бывают и крупнее. «Самый большой крокодил, думаю, был в длину 4 метра 70 сантиметров. У него недоставало кончика хвоста, так что он был большой». Рейнджеры северной территории каждый год отлавливают примерно 300 рептилий. Их либо уничтожают, либо перевозят на крокодиловые фермы. «Самый большой крокодил» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова